Здравствуйте! Вы смотрите еженедельный обзор рынка от компании FIVA Group. Вкратце об основных новостях новой торговой недели, на которой следует обратить внимание для принятия торговых решений. Важными релизами вторника станут индекс доверия потребителей и индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США. В среду волатильность на рынке повысится во время выхода статистики по рынку труда Германии, публикации квартального отчета по темпам роста ВВП США, решения Банка Канады и решения ФРС по процентным ставкам. Ключевыми событиями четверга станут публикации индекса потребительских цен еврозоны и ВВП Канады. А в пятницу особое внимание нужно обратить на выход отчетности по рынку труда США. Теперь об этих и других макроэкономических событиях предстоящей недели. Итак, во вторник в ходе американской торговой сессии будет опубликован октябрьский индекс доверия потребителей в США. Снижение потребительского оптимизма может оказать давление на американскую валюту. В это же время опубликуют индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США за сентябрь. Это ведущий индикатор активности на рынке недвижимости и в случае его дальнейшего роста доллар США получит поддержку. В среду во время тихоокеанской торговой сессии будет опубликован индекс потребительских цен Австралии за третий квартал текущего года. Экономисты ожидают снижение этого инфляционного индикатора, что может оказать давление на австралийский доллар. В ходе европейской сессии среды выйдет октябрьский отчет по изменению количества безработных в Германии. Профильные аналитики прогнозируют существенный рост показателя. Данный фактор способен оказать влияние на экономический рост и ослабить европейскую валюту. Во время американской сессии среды ожидается публикация изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за октябрь. Необходимо учитывать, что отчет от ADP часто не совпадает с фактическим значением, но возможно укрепление доллара США, так как специалисты ожидают увеличение количества занятых. Немногим позже опубликуют отчет по темпам роста ВП США за третий квартал. Ожидается ослабление основного экономического показателя Соединенных Штатов, что негативно для американской валюты. На этой же сессии будет опубликовано решение Банка Канады по процентной ставке и в течение года ставка находится на уровне 1,75%. Изменение показателя не предвидится и в этот раз. Важным экономическим событием среды также станет решение ФРС по процентной ставке. Тем более, что большинство аналитиков ожидает дальнейшее ослабление показателя с 2 до 1,5 или 1,75%. Реализация такого сценария окажет серьезное давление на котировки доллара. В четверг во время европейской сессии опубликуют индекс потребительских цен еврозоны за октябрь, прогнозируют укрепление этого инфляционного показателя. Подтверждение или превышение прогноза является бычьим фактором для единой валюты. В ходе торгов американской сессии четверга будет опубликован ключевой показатель канадской экономики ВВП за август. Ожидается снижение показателя с 0,2% то 0,1%, что может оказать давление на канадский доллар. В пятницу во время европейской сессии будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. Дальнейший рост показателя позитивен для фунта. В ходе американской сессии пятницы можно ожидать рост волатильности американского доллара во время публикации макро статистики по рынку труда США. Ожидается увеличение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и рост уровня безработицы. Необходимо следить за выходом фактических значений данных показателей для верного определения ценового движения. И завершится эта динамическая торговая неделя выходом индекса деловой активности в производственном секторе от АСМ. Аналитики прогнозируют рост этого важного показателя американской экономики. И в случае выхода фактического значения индикатора в соответствии или с превышением прогноза доллар США укрепится. На этом все. Успешных вам сделок. Зарабатывайте с FIBA Group. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова